Всем привет, с вами Алис, канал Березлаб. Работаем с картами, смотрим с погоды на ближайшие дни и делаем выводы о катаклизмах. Начинаем мы с температуры и смотрим Ближний Восток, какие здесь происходят процессы. По идее, вот здесь ветер дует из Средиземного моря, видно, что на Кипре плюс 18, все прекрасно, но вот за счет циклона, который расположен около Багдада, в самом Багдаде мы видим необычно холодно, плюс 11, там редко бывают такие долго персистирующие температуры, чтобы несколько дней там было в районе плюс 10, ну и плюс Саудовская Аравия, мы тоже видим здесь плюс 11, плюс 14, такие даже в Ириаде, плюс 15 всего в Табуке, плюс 14, то есть довольно-таки прохладно, ну и в Иране тоже здесь в Теграде плюс 4, из Фахан плюс 8, Ширас плюс 8, то есть температуры для середины дня не такие уж и высокие, даже с севернее, если посмотреть, тут Белисси плюс 7, в Ереване плюс 5, ну на высоте находится, в Паку плюс 8, в Сухуми плюс 9. Ладно, давай теперь посмотрим Северную Африку, здесь в Сахаре мы видим потихонечку начинает прогреваться, вот здесь какими-то южными потоками, заносит тепло на юг Алжира, но все равно еще сейчас вот эффекты такие зимние есть. Долго ли они продлятся здесь? Да нет, это вот буквально на январь такой вот эффект, потому что начиная с февраля там все-таки солнышко уже возвращается в Африке и потихонечку начинает прогревать. Вот смотрите, как четко встал антициклон над севером Испании, никуда не хочет идти, он мощно покрывает собой зону, и кстати он способствует тому, как раз же, что происходит нагон теплого воздуха, видно здесь циклон, который находится к северо-западу от Ирландии сейчас, а здесь антициклоны, они вместе как лопастями, как шестеренками загоняют сюда теплый воздух, поэтому видно в Лондоне плюс 12, в Париже плюс 14, в Амстердаме плюс 11, прекрасные погоды, и все это вот так вот устремляется таким мощнейшим скорым потоком, почему? Потому что здесь еще один циклон находится сейчас как раз между Минском и Гомелем над Белоруссией, там в Гомеле плюс 5 температуры, в Пинске плюс 8, в Вильнюсе плюс 1, сюда загоняется очень теплый воздух, и соответственно в теплом секторе оказываются Балканы, где в Загребе плюс 13, Белград плюс 12, Будапешт плюс 11, в Бухаресте даже чуть прохладнее, в Софии там плюс 10, Кошенево плюс 7, в Кривой Рог плюс 6, довольно-таки тепло заносит Севастополь плюс 10, Киев плюс 7. Вот Оксана Дико пишет, Алекс, с прошедшим праздником мира и процветания. Вы ушли на рождественские каникулы, а тут без вас температурные рекорды были, плюс 9 в Центральной Украине на новогодние праздники, более чем необычно, как по мне. Виталий Вестолюк пишет, что там плюс 10 было, тоже гьюзер-гьюзер отмечает вот эти рекорды, температуры, которые сотнями были поставлены, включая в Европу. Мы видим, какие процессы, то есть вот эти вот, такой столба тепла, столб тепла идет из глубины Атлантического океана просто непрерывно, уже несколько недель. И периодически это все относит на восток, то есть доходит там до Сибири, вот сейчас там оттепель как раз отмечается. Это вот остатки вот той волны тепла, которая была после католического жительства, когда в Европе там было плюс 20, на Новый год там у нас было здесь уже дома, в Германии плюс 18, ну конечно же это чрезмерное тепло. Да и сегодня у нас плюс 12, я с утра катался на самокате, там просто чрезвычайно тепло, как в бане, то есть я в этой в майке, алкоголичке даже одел ее, и все равно жарко, вот такие вот температуры. Так что вот так, основной вопрос, который задают жители Украины, будут ли грозы в связи с этим, потому что здесь с севера спускается холодный фронт, здесь задувает теплый фронт, вроде бы отсюда из Черного моря идет тепло. Вы знаете, в данном случае маловероятно, почему я так считаю, потому что энергии все-таки не так уж и много. Большая часть этого потока в Украине, она идет со стороны Атлантики, видите, она прошла тысячи километров уже, 2-3 тысячи, может быть, даже 4 тысячи километров, если брать из океана, из глубин. Вот этот поток воздуха, у них уже не столько энергии, не настолько насыщен энергией. Вот со стороны Черного моря, вот здесь вот в Восточной Украине, возможно, возможно, но тоже вероятность невелика, невелика. Ну а в Западной Украине, я думаю, там вообще абсолютно маловероятно. Так, надеюсь, я разъяснил этот вопрос. Георгий Дзагани пишет, привет, Алекс, ждал вас с нетерпением, с новым 2023 годом, вас также с наступившим. Очень приятно получить такие сообщения, да, когда люди ждут, да, мотивируйте. Спасибо большое. Сахиб пишет, Алекс, скажите, пожалуйста, будут ли в ближайшие дни морозы и снегопады на Кавказе? Да, мы посмотрим касательно снегопадов, обрати внимание. Ну, касательно морозов, ну, будет похолодание буквально на выходных, то есть к вам придет морозец, вот отсюда он со стороны по Волжью. Ну, надолго ли задержаться, я думаю, нет. Я думаю, что это буквально дело нескольких дней, не более того. Так, ну что, давайте смотреть дальше, что у нас интересного. Пишут люди, вот, давайте в Санкт-Петербурге посмотрим, там минус 12 сейчас. Ну, вот Данила Марцинкевич пишет, что минус 10 три часа назад было. Ну, здесь в основном потоки воздуха, и сейчас мы видим северо-восток, довольно-таки холодные, и вот они идут в сторону Прибалтики. Видно, что в Таллине тоже минус 5, в Риге минус 6, но вот Калининградская область и Южная Литва как бы пока еще греются. Но видно, что эти потоки идут как бы двумя путями. Одни идут над континентом, они действительно холодные, а другие идут над Баренцевым морем, и они все-таки прогреваются, потому что, смотрите, в Мурманске минус 7 сейчас температура наблюдается, в Архангельске уже минус 16, уже немножко по-другому, а чуть южнее, вот в Мирном уже минус 22, в Вельске минус 26, в Череповце минус 20 градусов, то есть чувствуется, да, и Петрозаводск минус 13, разница чувствуется. В Москве минус 8, в Смоленске минус 2 градуса, то есть, в принципе, пока еще не так уж и холодно. Так, вот юзер пишет, восточная Украина, плюсовая температура, снега нет, но ожидается похолодание на Рождество. Как думаете, будет ли это похолодание сильным? Оно будет интенсивным, но коротким, понимаете, то есть, это тут опять же связано, видите, вот этот циклон, который сейчас находится над Поволжень, как раз за ним вот сюда вот закатывается этот холод. Вот Циктовкар минус 32, то есть, вот в Кирове, в Кировской области будет довольно-таки холодно на выходных, в Казани может быть холодно, вот сейчас там в Казани минус 7, Самара минус 6, Саратов минус 1, видно, что вот до что уже до Волгограда, здесь Волжский плюс 1, Астрахань плюс 4 пока еще держится, да, здесь вот за счет такой дуги, которая из Черного моря в Каспийское море, вот так вот перетекает, да, таким образом. Давайте рассмотрим Южный Урал. Вот пишет Елена Смирнова, у нас на Южном Урале качели в 15 градусов, но тепла не было, собственно, заметает полный февраль. Да, к вам приходит циклон за циклоном, вот один чуть южнее, сейчас идет он, входит в Казахстан, поэтому отепель закончилась, в Эренбурге минус 6, Фа минус 15, Челеменск минус 14, Екатеринбург уже минус 21, Тюмень минус 24. Вот, Го Лего пишет, Алекс, с Новым Годом, спасибо за ваше видео, благодарю вас, с наступившим вас, и всего наилучшего в Новом Году. Ольга Морозова пишет, с новогодними праздниками, светлого настроения, спасибо вам также. У нас в Краснодарском крае вчера потепление, дневная плюс 18, сегодня дневная плюс 10, таких теплых праздников давно не было. Вы знаете, ну, в Краснодарском крае, там у вас зима-то в норме, в общем-то, это с середины января по середину февраля, вот этот месяц зимы, который можно, в общем-то, перетерпеть, либо сбежать от нее, да, там теоретически можно взять отпуск и улететь в теплые края, куда-нибудь там, в район Саудовской Аравии или Эмиратов, и там провести этот месяц и вернуться уже в весну. Поэтому климат Краснодарского края, он, конечно, благословенный, можно сказать. Так, благодатный. Давайте теперь перейдем в Среднюю Азию, посмотрим, что здесь происходит. Здесь, кстати, заток тоже холодного воздуха происходит потихонечку, но он еще пока не совсем холодный, но Кус плюс 6, Ашхабад пока еще держится плюс 12, а вот теплый воздух идет через Туркминабад, здесь плюс 17, Зеравшан плюс 11, Казаларда, и дальше идет это все вот сюда, вот восточный Казахстан и Южная Сибирь, Алтай, кстати, в Бурнауле, обратите внимание, плюсовые температуры, в Новосибирской области кое-где тоже были плюсовые температуры сегодня, в Томске минус 6, вот такие вот процессы. А сам циклон находится вот здесь, около Сургута, центр его, в Сургуте минус 9, но видно, что на юго-восток тут гораздо-гораздо теплее, в Красноярске минус 5. Но вот Никита пишет, Алекс, поздравляю тебя с Новым годом и всех твоих близких, пусть в этом году все желания и цели свершатся, ну и, конечно, крепкого здоровья. Спасибо большое, стараясь над этим вам, также желаю всех благ в этом году. Сейчас у нас тепло, 0 градусов, сильный снегопад уже второй день, и такая погода еще почти на неделю, а потом, судя по карте, похолодание и не слабое будет. И еще в Сибири будет образовываться какой-то обширный антициклон. Если циклон его не разобьет, то мороз, думаю, надолго, и он будет влияние оказывать на Казахстан. Да, мы посмотрим, мы, кстати, вчера, когда смотрели долгосрочный прогноз, обращали внимание, что над Сибирью реально формируется зона высокого давления. Так что абсолютно правильно согласен с вами. Далее идем в Восточную. Теперь Восточная Сибирь. У нас Иркутск минус 18. Вот Алексей Покровский пишет из Иркутска. Алекс, начало Нового года и начало новых обзоров вас. Спасибо, благодарю вас. Новый год мы встречали с 30-кой, да и сейчас местами морозец прижимает. Заметил, что нынешне появилось больше информации о снежных лавинах в США, Альпах, Карпатах, Кавказе, Сибири. На Дальнем Востоке, Авазии много оползней. И все это с жертвами. Это печально. Да, это печально, но знаете, это просто развитие социальных сетей. Если раньше люди могли даже это снять видео, но толком не знали, куда это все выложить, то сейчас это распространяется практически быстрее, чем через средства массовой информации. И, кстати, в ближайшем будущем уже все основные процессы перейдут из телевизора в социальные сети. То есть, и рейтинг будет в социальных сетях в итоге строиться. Все будет там. Вот эта область давления, смотрите, так вот рядом с Кызылом, так она никуда не сдвигается. Настолько стабильная, просто удивительная. Ну, вторая область вот здесь, над северо-восточным Китаем, формируется в Якутии. Даунки тепло, якутский минус 36, ну, конечно, относительно тепло. Олег-Минский минус 28, Ленск минус 27, Хандега минус 39. Видно, что основные морозы отошли вот сюда, в сторону Колымы. Ну, даже в Магаданской области это и не особо тоже мороз. Ну, вот Сусуман минус 35, в самом Магадане более-менее комфортно, минус 18. Давайте почитаем Сергея Гоголя, что пишет из Якутии. Когда у вас не было на погодной теме, в мире случилось очень интересное погодное событие. В Северной Америке до сих пор не отправились от бомбы циклона. На Долсон-Сити было с минус 47 градусов, почти как в Якутии. Так мы же разбирали, там, возможно, до минус 60 градусов. То есть, минус 47, это для них еще такой мягкий морозец. А большинство мест, вся Канада и почти вся США был накрыт снежным циклоном, с ураганным ветром. Потому что это, наверное, карма, потому что они всегда кричали, что Россия использует погоду как оружие, особенно зиму. Нет, генерал Мороз пришел там к самим американцам. Они, в отличие от россиян, не приспособились к таким погодным условиям, поэтому плачевные новости приходят о гибели людей. Ровно в это время во всей Якутии началось потепление после минус 60 во имя кони. И только в эти дни температуры приходят в норму. Да, кстати, вот это давнишние наблюдения, мы тоже за этим наблюдаем, как в теннис играет. Азия с Америкой перебрасывает через северный полюс к себе мороз зимой. Вот эти вот такие процессы довольно-таки удивительные. И в Москве, в общем, в Западной России синоптики тоже твердят, что после этой погодной лихорадки с потеплениями будет резкое похолодание на минус 30 градусов. Я уверен, что этот мороз для них тоже будет кратковременным явлением. Если посмотреть, то для западной части России и у нас в Якутии зима нестабильна, морозная. Происходит всегда волновой переход холода и тепла. И сегодня, рассказали, случились сильные метели между Оренбургом, Уфу и Челябинском на трассах Заторы. Вот так, Алекс, ждем от вас информации о погодах в России и в мире. Вы знаете, все это связано на самом деле с этими резкими потоками воздуха, которые идут от экватора к полюсу и от полюса резко вниз к экватору. Вот эти процессы, они все более и более усиливаются. Кстати, про планетарные процессы вот Валерия Кравченко очень интересный анекдот пишет. Анекдот. Встречаются две планеты. Первая спрашивает, ну как твои дела? Плохо, отвечает вторая, на мне завелись люди. Все время что-то бурят, взрывают, жгут, ковыряют, зуд непереносимый. Ничего, потерпи немного. У меня тоже были, прошли. Ну вот такой вот анекдот. Так, ладно, давайте смотрим. Анадарь, минус 23, Петропавловск-Камчатский, минус 12, ну довольно-таки хорошая погода, сообщает Маркс Штернер, который там проживает. День солнечный, безветренный и морозный. То есть прекрасная такая настоящая зима, причем много снега, много там лыжники, за ним наблюдая, катаются, наслаждаются жизнью. То есть все прекрасно, все прекрасно на Камчатке. Приморье, Комсомольск-Наморье, минус 22, Хабаровск, минус 11, в районе Владивостока, минус 17. Ну настоящая такая приморская зима, январь, как он должен быть. Смотрите, как замораживает Японию. Токио плюс 2, Узка плюс 4, плюс вот над Японским морем, вот здесь вот эффект такой возникает испарение воды, довольно-таки теплый, охлаждается, и все это падает снегом на Японию, поэтому там много снега. Корея тоже замерзшая, Пхиен минус 8, Сеул минус 3, Пусан плюс 1. Китай, кстати, хорошо держится, никаких от себя отгоняет морозы на север, в общем-то они там, в Пекине минус 4, но это нормально для них. Смотрите, похолодало, как в Нью-Деле, всего плюс 12 градусов, здесь плюс 13, такие температуры. Но вот в южной части там вечное лето, то же самое, в Индокитае, Папуа. Смотрим Австралию, ну, жара на западе Австралии здесь продолжается, по югу, смотрите, такой прямо прохладцы так и верят, так и видят. Вот в Канбере плюс 14, всего никак не закончится этот поток со стороны Антарктиды, так он и идет. Но вот в Новой Зеландии там настоящее лето, хорошие ночи. Смотрим теперь Северную Америку, Фэрбэнкс минус 9, Анкоридж минус 4. В общем-то, довольно-таки мягкая зима на западе Канада, мы видим вот в Калгари минус 15, но ночные температуры Ванкувер плюс 4. Более суровый это в штатах, в землях Антарио, Квибет. Квибек здесь антициклон устал, поэтому здесь минус 25, так хорошо придавливает. Но в Торонто плюс 3, здесь прикрыто все циклоном над Великими озерами. И, в общем-то, Восток США тоже пока прикрыт. А вот по Великим равнинам опускается морозец, но температура в пределах минус 10 градусов, то есть, в принципе, нормально. В принципе, нормально. В Мексике стабильная, плюсовые температуры. В Бразилии вечное лето, прогрелась Аргентина, то вчера что-то было такое противоестественное. Ну и Южная Америка тоже здесь лето наступило, длинные дни, все хорошо. Южная Африка, что-то сюда какая-то прохлада, опять же, с Антарктиды. Обратите внимание, Антарктида оказывает очень мощное влияние. Уже у них сейчас как бы июль, если перевести, на времена года. И, смотрите, до сих пор у них влияние довольно-таки мощное, что в Австралии, что в Африке, влияние Антарктиды довольно-таки мощное. Но в Центральной Африке там все хорошо, она разогревается и готовится нанести контрудар по Сахаре. Так, смотрим теперь ночные процессы. Вот мороз дойдет до Беларуси, сегодня заморозит Прибалтику и дойдет до границы с северной Украиной. Вот этот циклон сместится ближе к Поволжью, но продолжатся вот здесь потоки в основном западного воздуха с Черного моря будут подогревающие потоки происходить вот сюда вот в сторону границы Казахстана. Но в самом Казахстане тоже по западу начнут похолодания, по востоку сюда, в Сибирь, так тепло и будет поступать, причем даже Якутия будет ощущать это тепло. Но вот по северу с Таймыра, Таймыр поддерживает вот это вот наступление мороза через северный Урал и вот сюда вот в эту зону. В Америке день пройдет в общем-то нормально, как зимний день, довольно-таки стабильный, легкий морозец в северных штатах. Ночь тоже не отличается от дня, примерно так же будет в Америке, а это завтрашний день будет очень холодным. Обратите внимание, что мороз не отступает, а он наоборот наступает на юг. Он захватывает северную часть Украины, большую часть по Волжье и идет вот сюда, вот в сторону Азовского моря и направление будет держать на Кавказ. Давайте глянем, вот видите, он уже проникнет и в Крым, и даже Турция, вот буквально уже в субботу на себе все это ощутить. Но вот из Средней Азии в сторону Южной Сибири теплый воздух так и продолжит идти. Ну что, давайте теперь посмотрим, это будет у нас 14 января, что здесь, какие будут процессы, отогреется Европа. В Восточной Европе здесь только в России такой умеренный морозец. Все, что до Урала, здесь будет без мороза. Зато вот на Сибири реально мощный антициклон сформировался, да, и пока его никто не атакует. Но причем вот эти циклоны атлантические, они могут даже немножко сникнуть во второй половине января. Это классические погоды. Но в Америке даже теплее обычно, следует обратить на это внимание. Давайте теперь посмотрим, где какие у нас осадки будут происходить. Ну, в районе Великих озер. Да, кстати, вот здесь вот тайфун, довольно-таки мощный. Это шторм, это зимний шторм, но по силе он третьей категории тайфуна. И самое опасное, что это его хвост, который ударит по Калифорнии, где уже были потопы. Им еще отбредаст потопу. То есть, в этом году Калифорния, там что-то кричали, что когда-то несколько лет назад, ой, это мертвая территория, это территория пустыни. Видно, что в этом году там заливает неплохо. Ну, вот за циклоном здесь в Восточной Европе осадки, немножко в Сибири, на Алтае мы видим, ну, и на побережье Атлантического океана. Ну, а с вами был Алекс, канал Бережья Лабжи. Отличного проживания!